Новоселовских школьников посвятили в Орлят России. Торжественная церемония прошла в школе села 27 января. В спортивном зале образовательного учреждения на линейку собрались учащиеся и педагоги. Под бурный аплодисмент они поприветствовали третиклассников, которые вместе со своими родителями и классным руководителем Еленой Поповой поддержали всероссийское движение. Класс будущих Орлят выстроился в шеренгу. На шее каждого по старой пионерской традиции был повязан красный галстук. Линейка началась с прослушивания гимна Российской Федерации. Ведущие мероприятия рассказали присутствующим об истории возникновения движения и продолжении традиций октябрят и пионеров. Главные герои мероприятия поприветствовали учеников и педагогов дружным хором голосов и озвучили свою речевку. Наша речевка слетим как планета и мир принесем, озвучили третиклассники и законы, по которым стремятся жить Орлята. Они касались стараний в учении, дисциплины, доброжелательности, вежливости, дружбы и других важных аспектов жизни. Не обошлась церемония и без традиционной песни Орлята. После исполнения песни школьники приступили к произнесению клятвы. Каждый Орленок получил отличительный знак – специальный значок Всероссийского движения, право прикрепить его на форму учеников. В частности, было предоставлено директору школы, председателю районной думы Ирины Токаревой. По окончании церемонии из зала был торжественно вынесен государственный флаг. Директор подытожила мероприятие. Третьеклассники, я вас от лица директора поздравляю с этим замечательным событием. Надеюсь, вы будете с честью и достоинством носить звание Орлят России. А малыши первых, вторых классов будут на вас оравняться. Под аплодисменты школьники и педагоги проводили новоиспеченных Орлят, которые вернулись в класс и продолжили занятия. Они поделились с нами своими впечатлениями от получения нового статуса. Я командир нашего строя Орлята России. Ты сегодня зачитывала клятву. Что для тебя вот эти слова, которые ты произнесла? Для меня это самое главное в жизни, чтобы мы всегда помогали всем родителям пожилым. Мы должны всем помогать, потому что мы Орлята России, наши законы очень важны для всех, не только для нас. Что для тебя вступить в Орлята России? Ну, это не считать себя главным, а наоборот вести пример. Это, ну, например, раньше мы были простыми, а сейчас уже все по-другому. И в этом году я хочу пожелать многим людям счастья, здоровья и любви. После того, как тебе значок прикололи, вы прошли посвящение в Орлята. Ты чувствуешь себя какой-то, ну, немножко особенной? Да, я чувствую себя немного особенной и гордой, потому что тоже, как Диана сказала, могли выбрать другой класс. И мы бы не вступили в Орлята. Обещания, которые вы сегодня давали на торжественном мероприятии, будете выполнять? Да. Скажи, пожалуйста, вот у вас повязаны галстуки красные. Что они у вас означают? У нас эти галстуки обозначают то, что мы, ну, это памятка, то, что мы Орляты. Вы их носить должны будете каждый день? Нет, только по понедельникам, когда мы поднимаем флаг. Будешь на школьной форме свой значок носить? Ну, конечно. Конечно, буду всегда носить каждый день, так как и значок. А вот галстук только по понедельникам, как я уже и сказал. Значок у вас будет отличать от других ребят? Мне кажется, нет. Мы так и останемся простыми ребятами, которые просто начнут другой образ жизни. Программа Орлята России подразумевает участие школьников в ряде мероприятий в течение года. Это очень важный социальный проект, в котором предусматриваются определенные треки. То есть эти треки предусматривают определенные мероприятия. Вот у нас уже на базе школы прошел четвертый трек «Орленок-доброволец», согласно которому выполняются определенные мероприятия. Дети у нас помогают старикам, помогают ветеранам, в общем-то, занимаются такой социальной волонтерской деятельностью. Когда пал выбор на третий класс, Елена Ивановна и я, мы объявили о том, что эти дети участвуют в проекте. Дети обрадовались на самом деле, потому что дети активные, для них все новое, интересное, в общем-то, приняли на ура. Были вопросы, да, зачем. Мы объясняли, что это социально важный проект, мы будем помогать людям, мы будем помогать близким, в общем-то, будем прославлять Россию своими добрыми делами. В следующем году в планах школы посвятить в «Орлята» еще один класс. Какой именно, будет решаться в сентябре. Отметим, всего в школе обучается около 150 детей. Программа внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта образования. Она направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, формирование социально значимых качеств личности, ключевых базовых ценностей, таких как родина, команда, семья, здоровье, природа и познание. Участником программы «Орлята России» может стать начальный класс любой общеобразовательной организации страны. Для этого на сайте проекта классному руководителю нужно подать соответствующую заявку.